Усилия Федеральной резервной системы оживили спрос на риск в конце лета-начале сентября и сильно разбухший рынок облигаций с отрицательной доходностью принял менее угрожающие размеры. Если в сентябре эта цифра составляла 17 трлн долларов, то сейчас она опустилась до 11,5 трлн долларов. Есть также перспективный фактор, который может опустить эту цифру еще ниже. И этот фактор как раз-таки резко ограничивает возможности японской гены к росту. Речь идет о новом пакете фискального стимулирования японского правительства. Ранее я писал, что МВФ, МВФ, рекомендовал японскому центральному банку скупать больше коротких облигаций, чтобы сделать временную структуру ставок более выпуклой вверх, что необходимо сделать так, что японским банкам, которые как раз-таки страдают из-за плоской кривой доходности, облегчить или повысить прибыльность их кредитования. В ответ глава японского ЦБ оправдывался на недостаток координации между фискальной и монетарной политикой, как бы мягко намекая на ограниченность предложения на рынке государственных облигаций именно некоторых бумаг, именно с некоторым определенным сроком погашения. ЦБ на этом рынке является чуть ли не единственным игроком. И несмотря на то, что общий потенциал инструментов у центрального банка остается достаточно сильным, корректное применение инструментов, оно сталкивается с некоторыми барьерами. Если мы говорим о количественном смягчении, о программе скупки активов с рынка, то этим ограничением выступает именно возможность подобрать нужную композицию бумаг, нужную композицию облигаций, чтобы контролировать кривую доходность, и чтобы монетарная политика осуществлялась правильно. И как следствие, стоило ожидать, что правительство прогнется под упреками центрального банка. И если мы сейчас рассматриваем нарушение фискальной дисциплины за правительство, то это не только заманчиво с точки зрения отрицательных процентных ставок, но и также необходимо, чтобы оживить экономику и отвратить угрозу потери центральным банкам от эффективности основного своего инструмента, то есть операции на открытом рынке. Сейчас потолок госдолга для Японии стабилизировался, примерно плавает на уровне 20-30-7% от ВВП, это отношение долга государства к ВВП. Nikkei и Reuters, два агентства, уже сообщили, что японское правительство планирует разрабатывать пакет масштабных расходов на 120 миллиардов долларов, который может в совокупности увеличиться до 230 миллиардов долларов, если мы включим последующие расходы, которые потом сможет осуществить население за счет государственных трансферов, компании, получившие льготные кредиты от правительства и расходы инфраструктурные, которые государство также будет нести в рамках этой программы. Если сравнивать, например, с США, чтобы понимать, в принципе, что означает эти 120 миллиардов долларов, то для экономики США, которая в 4 раза больше примерно на японской экономике, фискальный толчок вот такого размера сопоставим примерно с одним триллионом долларов. Естественно, японские банды реагируют соответствующим образом на такие новости отношения заявок к предложениям в последнем аукционе государственных облигаций. В Японии оно снизилось до минимального уровня с 2016 года. Это говорит о том, что спрос на японские облигации сейчас снижается, и вот в рамках роста этой доходности мы будем видеть все большее такое разворачивание ожиданий того, что новое фискальное стимулирование правительства будет означать резкий рост предложения бумаг для Банка Японии, для его программы скупки активов. Основной вывод из этих новостей сейчас – это ожидание более агрессивной риторики Центрального банка на предстоящем свидании, в частности, на предстоящем свидании в середине декабря. Если не произойдет всплеск спроса на защитные активы в ближайшее время, хотя если это предполагает некоторые обстоятельства, таких как введение тарифов, если это не произойдет в ближайшее время, то можно ожидать на этих новостях, что пара доллар-иена устремится вверх. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok